Одним из первых привлёк внимание общественности к проблеме бездомных собак тамбовский журналист Михаил Карасёв. По его мнению, у новоиспечённого закона есть ряд недоработок. Всё человеческое во мне возмущено тем, что от этого закона могут подстрадать те, кто не должен подстрадать. То есть вот те, кого мы приручили, те, кто нам доверяет. У меня в голове это не укладывается. На сегодняшний день выделенных тамбову средств должно хватить на отлов тысячи собак. Но содержать такое количество беспризорных негде. Соответственно, скорее всего, большинство животных будет усыплено. Но, как считает Михаил Карасёв, свято место пусто не бывает. И вместо добрых журщик в наши дворы могут прийти дикие звери. На место собак придут дикие кошки. Знаете, это не меньше зло, как выясняется, потому что кошки такие же завсегдатые свалок, а может быть и даже больше, чем собаки. Кошек тоже очень жалко. Мы все кошатники, у него и кошка, и собака. На место кошек, если мы их отловим и уничтожим, придут крысы, придут мыши, придется тут еще. Неизвестно, кто еще придет на самом деле. Правда, с мнением Михаила согласны не все. Есть люди, которые настроены категорически против мирного подхода и считают, что от бездомных животных надо избавляться совсем. Автор собачатник и вся статья этим пропитана. А как быть остальным? Ходите озираться, чтобы не тяпнули? Детям тоже расскажете, что бояться не надо? Думаю, собачатство проходит сразу после того, как вас покусала бродячая собака или вашего члена семьи, ребенка. Бродячих животных в городе быть не должно. Хозяевам собак персональную ответственность. Ужесточить штрафы за выгул без наморника и поводка, тем более за отказ от содержания животного. А то поиграются добрые собачники, а животные на улице. Государство должно принимать все меры в рамках возможного, конечно, для защиты прав человека и гражданина. А уже потом права и свободы других субъектов – государства, животных и так далее. Между тем, здесь на улице Авиационной уже идет строительство того самого центра передержки животных. Он будет рассчитан на 70 мест, но животные здесь могут находиться не более 10 суток. После истечения этого срока они будут усыплены. Строительством пункта передержки занимается спецтехуниверсал, которому и поручили отлов животных. Руководитель организации обещает за март, если не подведет финансирование, все достроить и начать отлов. Там животное осматривает ветврач, принимает решение по конкретной каждой особи, что с ней будет происходить дальше. Лечение, вакцинация, либо это может быть и эвтаназия. Это все в прерогативе специалиста в области ветеринарии. Однако есть надежда на доброе сердце. Центр помощи бездомным животным. Они согласны сотрудничать со спецтехуниверсалом и брать животных под опеку. Будем с ними сотрудничать. Мы будем забирать собак, которые адекватные, породистые, которые социальные собаки. Мы будем стараться у них их забирать. То есть, в любом случае, мы будем с ними сотрудничать. А в Центре помощи бездомным животным отличные условия. Собак кормят, выгуливают, с ними общаются как сами сотрудники Центра, так и просто неравнодушные горожане. Поэтому беспокоиться не стоит и тем, кто боится агрессивных собак, и тем, кто переживает за жизнь уличных любимцев. Александр Попушой, Евгений Михеев, Сергей Фролов и Александр Кобзарев. Область новостей.